Ну вот, почему мы не любопытны, такую тему сегодня обсуждаем. Мне кажется, что такая область, как интернет, не испытывает дефицитов в любопытных, и многие пропадают там буквально сутками. Это правда. Да, один из них Вячеслав Рязаков. Слава доброго утра. Да, доброе утро. Ну вот у меня дети, которые только что говорили, очень верную, мне кажется, мысль провели. Вот есть разница между любопытством и любознательностью. То есть вот в основе науки лежит любознательность. Люди пытаются найти что-то новое узнать. А любопытство, мне кажется, это всегда что-то от праздности, от какой-то скуки. И никакого интереса с точки зрения новизны не представляет. Давайте начнем. Сразу же посмотрим. Вот есть такой вот очень любопытный именно сайт. Называется он «Лайфхакер». То есть именно рассказывает о том, как превозмочь некоторые ситуации в жизни. Здесь очень много советов, начиная от того, что говорить на собеседовании, заканчивая как одним движением, например, почистить селедку. Но я вам покажу новую статью. Она отвечает на всем нам известный и очень любопытный в России вопрос. Можно ли все-таки, засунув себе в рот лампочку, ее оттуда достать? Хрестоматийный уже вопрос, можно сказать. Это да, абсолютно академический просто. Классическая ситуация, лампочка во рту. Дальше что предлагается сделать? Предлагается сделать несложное приспособление. К концам носового платка привязываются шнурки. Вот такая вот делается. Что-то вроде похожее на пращу. Потом эти шнурки вот так вот в рот продеваются. Вот этот платочек за лампочкой расправляется. И после чего эту лампочку бьешь отверткой, разбиваются все осколки внутри вот этого мешочка. И безболезненно все вот это дело. То есть не разбив лампочку, все-таки изо рта вынуть ее невозможно. Да, если, конечно, эта лампочка не энергосберегающая. И вновь ответ получен. Да, это еще одно, собственно говоря, ее преимущество. Вот считается, что вот очень хорошее любопытство – это вот страсть к путешествиям. Хотя, в общем, всем, по-моему, очевидно, что нельзя узнать чужую страну из-за окна туристического автобуса или гостиницы. А был, например, писатель Жюль Верток, он вообще нигде не был, а описывал страны потрясающие. Вот любопытный ролик про нашу страну снял американец. Он всю жизнь хотел узнать, что такое Россия. И вот он так немножко по-детски сделал. Вот он потыкать пальцем. Вот весь ролик про то, каким на ощупь рашен, лечерящая кронштадтская пушка. Вот он все трогает пальцем. Но парень поездил при этом, нужно заметить. Ну да, вот КГБ потрогал. Большой театр. Достоевского, Чайковского, Пушкина. Вот. Я думал, сейчас Клющенко появится. Мне сейчас будет очень, мне больше всего нравится. Ну, вот ему в музее не очень дали торгать шедевры. Вот рабочие в котельной ему. Вот баня. Ну, русская мафия потрогала их с риском для жизни. Вот мне очень нравится, как он бабушку пытался потрогать. Тоже, кстати, наверное, с риском для жизни. Поскольку бабушка иногда опаснее, чем русская мафия. Ну, в общем, вот такая вот, собственно говоря, история. Ну что, я бы не отказался потрогать Америку таким же самым макаром. Ну, мне кажется, что это в чистом виде это любопытство. Ну, в общем, развивая опять-таки эту тему, вообще, мне кажется, что любопытство, оно же выписывает собой победу над здравым смыслом. Ну, наконец, мне осталось сказать, что любопытство, наверное, действительно не зря погубило ни одну кошку. И быть нелюбопытным иногда очень полезно. Есть на этот счет один новый ролик. Его сейчас буквально через несколько дней будут показывать за границей. У нас не будут. Вот его посмотрите. Это как раз вот история про то, что не надо быть любопытным. Разыскивается кошка. И вот собака что-то запихивает, видите? Так. И вот, собственно говоря, я так понимаю, собака предлагает ему взятку. Ты ничего не видел. Очень весело, Слава. Спасибо.